Давайте будем читать второе послание Коринфянам, 2 глава, с 12 стиха. «Пришед в Трояду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстия была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Но, 14 стих, «но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы, Христово благоухание, Богу». Видите, благоухание Христово, но это кому? Богу. И благоухание оно где? Оно в спасаемых. Но оно не только в спасаемых. И в ком еще? Оно, оказывается, еще благоухание в погибающих. И этого многие не понимают. Они просто вот читают, человек это читает и не видит это. Потому что мы привыкли, что благоухание, оно только в спасаемых. Точно такое же благоухание Христово. Я говорю, что это серьезная тема. Потому что если вот так вот, если вот не написано было, вот если Павел пришел бы, сказал бы, сказал бы, ты вообще не от Бога, что ты такое говоришь? Ну, потому что это духовные вещи он говорит. Значит, он говорит, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы, слушайте дальше, ибо мы не повреждаем Слово Божие. Дальше как что? Как многие. Многие повреждают Слово Божие. И вот сейчас мы увидим, почему они это делают. Что значит повреждают Слово Божие? Искажают его. Манипулируют Словом. They added the word of God. Им, видите ли, не нравится, что Бог говорил, так они решили немножечко его отредактировать. Но он говорит, что мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Итак, давайте вернемся, вернемся вот, знаете, куда? К 14 стиху. Скажем, благодарение Бога, которое... 15 стиху. Пятнадцатый. Что мы... Есть что? Мы есть благоухание. Благоухание кого? Это благоухание... Что такое благоухание? Это запах. Правильно? Это приятный запах. Но, например, что делает запах? Вот, например, вот ты идешь по улице, и ты слышишь вот запах кофе, да? И ты что знаешь? Ты знаешь, что вот где-то вот здесь вот рядышком будет кафешап какой-нибудь, правильно? Вот у меня, например, одно из моих воспоминаний детства, у нас там на углу, на проспекте Ленина, была булочная. Прямо на углу. И вот ее еще нет. Но я вот уже подхожу, я уже слышу запах свежего хлеба. Мне этот запах что говорит? Что где-то вот здесь вот булочная. Понимаешь? Вот это делает запах. Это запах делает. То есть мы, он говорит, есть запах. Запах... Есть запах булки или кофе, а есть запах кого? Христов. Окей? Так вот, мы... Мы есть Христов запах или Христово благоухание. Правильно? Это благоухание адресовано кому? Богу. Поэтому Библию нужно вчитываться в каждую букву. Мы, Христово благоухание, Богу. А в каком виде это благоухание к Богу идет? Оно идет в двух видов. Оно идет в тех, кто спасается. Это тоже Богу идет. И оно идет в тех, кто не спасается, кто погибает. Это, оказывается, тоже запах Христов Богу. Значит, давайте будем разбираться. Запах... Как запах этого кофе говорит о том, что мы приближаемся... Или кофе-шап приближается к нам, точно так же запах Христов говорит о том, говорит о том, что Господь приближается, то есть Господь грядет. Понимаешь? Вот. Но это тот факт, что Господь рядом, воспринимается людьми по-разному. Он воспринимается двояко. Только два вида реакции есть на этот запах. Или лучше, можно сказать, по-другому. Есть две реакции на тот факт, что Господь приближается. Первая реакция – это то, что этот человек предвкушает, например, когда тебе говорят, что Господь грядет, и Господь вот-вот, то верующий человек, который любит Бога и ждет Бога, он что? Гряди, понимаешь? Помни, церковь гряди, Дух Святой гряди, то есть с радостью, правильно? С ликованием. То есть всклоните голову вашу, когда вы это видите, то знайте, что день Господень приближается, то есть радость. Но! Но! Есть ли другая реакция? Значит, для одних этот запах говорит о грядущей радости и спасении, а для других людей этот запах говорит, что грядет беда и осуждение. Или нет? Поэтому написано у пророка в Ветхом Завете, сказано так, что «А что, говорит, ты желаешь дня Господня? А что ты его желаешь? Помните там есть такое? Ты что, готов к нему? Это же беда, это же горе, это же, это уже хуже, нет. Это радость, да, но это не для всех радость. Поэтому, и это благоухание, а как оно приходит? Как оно приходит? А это благоухание есть мы. То есть, когда ты, когда верующие люди, когда верующие люди идут, говорят, живут, вообще это мы, что бы мы ни делали, мы должны быть в благоухании Христово. И когда вот мы приносим это благоухание Христово, то на нас, потому что мы есть благоухание, мы есть этот запах, на нас люди реагируют по-разному. Одни нас воспринимают, в какой дом войдете, говорит, если вас там примут, то что, этот запах, они восприняли не потому, что вы им понравились, а им понравился этот запах, этот запах Христов. Значит, там оставайтесь. А есть дом, в который вы зашли, вы приветствуете их именем Господа, да, они говорят, идите дальше, понимаете? То есть этот запах, то есть этот запах для них что, говорит о чем? Что это только запах Господень, это еще не сам Господь. Но тот, кто не принимает запах Господень, он не принимает Господа. Если кто-то не принял Иисуса, если никто-то не принял Иоанна Крестителя, то что? То он не может принять Иисуса Христа. Но Иоанн Креститель, это был тот, кто пред перед Ним, который готовит путь, понимаешь? Поэтому сначала Господь посылает того, кто пред тобой, кто перед ним. Это своего рода какое-то благоухание. Как ты относишься к благоуханию Христову? Точно так же ты отнесешься и к нему лично, понимаешь? Если тебе не нравится запах этого свежеиспеченного хлеба, то ты его есть не будешь. Если тебе не нравится запах кофе, ты его пить не будешь. Или нет? Или, может быть, тебе не нравится запах, а ты это... Нет. Ты понюхаешь, скажешь No, not interested. Right? То же самое и здесь. Ты приносишь благоухание Христовое, человек говорит No. Глупость, юродство. И поэтому, когда пришел Христос, то этот человек не воспринимает. Значит, для него этот запах предвкушение чего? Беды, осуждения, погибели. Но кто воспринимает этот запах и говорит, I love the smell of it, то когда придет сам источник этого запаха, то он его, конечно, примет с радостью. Поэтому это благоухание и в спасаемых, и в погибающих. Причем не сказано, что здесь благоухание лучше, чем... Это тоже самое благоухание. И когда люди погибают, потому что они... Это твердая пища. Когда люди погибают, погибают, потому что они... Потому что они не воспринимают Иисуса Христа. Это Богу благоухание, потому что они погибают, потому что они возлюбили неправду и не возлюбили истину. И это Богу точно такое же благоухание, как те, которые возлюбили истину и принимают Иисуса Христа. Вы понимаете это или нет? Это твердая пища. Это не каша. Поэтому Господь далеко не для всех радость. Например, когда Господь спас этого, помните, исцелил этого одержимого Гадаринского, то люди пришли и увидели его в здравом уме, одетого у ног Иисуса Христа. Они пришли, что сказали эти люди Иисусу Христу? А? Удались? И что он сделал? Удалился. А что вы не хотите? Посмотрите, какое он сделал добро. Посмотрите, какое он добро сделал. А что плохого? Почему вы не хотите его? Не хотим. Им запах Христов не нравится. А раз им запах Христов не нравится, то и сам им Христос не нравится. Господь прославится в этих людях? О да. Почему? Потому что вот, они не приняли из-за истины. Истина восторжествовала в тех, кто принял ее, и истина восторжествовала в тех, кто не принял ее. Но что, и вот поэтому, когда человек, поэтому служители, когда служители, верующие, вот служители, они несут это благовествование. Но что делают часто проповедующие, особенно вот проповедники-служители, что они часто делают? Они, потому что, когда они проповедуют, смотрите, что происходит. Когда они проповедуют искренне, как от Бога, окей, что они проповедуют? Евангелие. Что такое Евангелие? Евангелие – это слово о кресте. Это его смерть, это его воскресенье. Что такое слово о кресте? Это есть соблазн. Помните, Павел говорит в пятой главе в Галатам, что я, если бы я проповедовал Брязани, то тогда бы прекратился бы соблазн Христа. А когда Господь лежал маленький вот такой, то что там было пророчество об этом ребенке? Здесь лежит на восстание и на падение тоже. А что это такое? Так что это за мессия, который лежит на падении? А кто есть вообще Иисус Христос? Он есть камень драгоценный, но он также есть еще и кто? Камень преткновения. О, который притыкаются, не покоряя слово. Поэтому что люди делают? Если они будут проповедовать искренне, проповедовать искренне слово, а слово о кресте есть преткновение, то что? То люди будут и такие, и будут и какие, и будут и такие. А они не хотят этого. А пастор не хочет этого. Он не хочет, чтобы тут сидело 15 человек. Он хочет, чтобы сидело тут 515 человек. Или 1015. Я не знаю, whatever. Поэтому что он делает? Он повреждает слово. Он не проповедует камень преткновения. Он не проповедует искренне. Он проповедует так, чтобы этих людей вообще не было. Понимаете? Он проповедует так, чтобы погибающих не было. Он проповедует так, чтобы были только спасаемые. Понимаете? А такого не бывает. Такого не бывает. Если вы посмотрите в будущее, посмотрите в Откровение, посмотрите в Пророка, то вы знаете, что там будет миллион людей, которые принимают, и большее еще, которое будет, не принимают. Даже если вы посмотрите Мессианское Царство, которое закончилось после Тысячелетнего Царства, когда Сатана был освобожден на короткое время, и тьма. Опять пошли за ним народы, народы пошли за ним. Там еще после Тысячелетнего Царства опять он соблазнил. Опять. Опять вот люди. В Тысячелетнем Царстве вот эти вот люди. И поскольку Господь уже послал на них огонь, и на него, и все, и вопрос был решен. Понимаете? Не бывает такого. Нет только, что было вот это. Понимаете? Но люди, ибо мы не повреждаем слово, а люди повреждают слово. Для чего? То есть, что значит не повреждать слово? Не повреждать слово – это проповедовать искренне. А повреждать слово – это не проповедовать искренне. Для чего? Чтобы не было вот этих, чтобы не было погибающих, чтобы все спасались. Поэтому Христос говорит, что берегитесь, когда все будут о вас говорить хорошо. Берегитесь, когда все будут говорить. Вот все принимают Тебя, все Тебя любят. Не то, что это неправильно. Берегитесь этого. Понимаете? Но, истинно, этот человек такие вещи духовные говорит, что просто иногда поражаешься. Если бы это не Библия была, я бы сам не поверил в это. Что мы Христово благоухание Богу и в спасаемых, и в погибающих. То есть, для одних это смертоносный запах, который говорит о грядущей смерти. А для других это запах, который говорит о грядущей жизни. А, говорит, мы так не делаем. Мы проповедуем искренне. Мы проповедуем Слово. Мы не делаем это Слово таким, чтобы оно понравилось. Мы не убеждаем людей. Работает Дух Святой. Говорит, я когда пришел к вам, я, говорит, положил сердце своим. Ничего не знать, никого не знать, только знать Его распятого. Никаких подходов к людям, никаких уговоров, никакого желания понравиться, чтобы это не строило на каком-то личной симпатии. Только Он говорит истину, и Дух Святой работает по Слову, и кто принимает, кто не принимает. Если кто-то принимает, это не заслуга апостола Павла. Если кто-то не принимает, это не его ошибка. Это работа Духа, и каждый принимает или не принимает. Есть и такие, есть и такие. И когда появляется спасаемое, что Павел делает? Он их отделяет от общей группы, чтобы вот эти вот не мешали этим. Помните в деяниях? Он взял и отделил. И уже дальше с ними Он уже строил церковь и так далее, и так далее. Но ни в коем случае, ни в коем случае не надо так делать, чтобы всем понравилось, потому что ты это не просто так делаешь, ты это делаешь за счет, за счет того, что ты повреждаешь Слово. Ты повреждаешь... Ты... Мы, говорят, проповедовали не в премудрости, чтобы упразднить Крест. Помните? Упразднить. Что значит упразднить? Упразднить – это силу Креста упразднить. Значит, аннулировать силу Креста. И когда служитель так проповедует, так он проповедует только с одной целью, чтобы больше было людей, чтобы больше было людей, поэтому это у него такой интерес. Но что происходит, что он делает церковь, что в этой церкви есть и вот эти, и эти. Понимаете? В церкви есть и это, и это. Притча, когда Господь в Матфея 13 главе, он говорит, что Царство Небесное подобное чему? Как взяли и забросили невод, или сеть, помню, я не помню, в море, помните? И добрали всякого рода рыбным, написано, помню так. И потом взяли и сели, и хорошую рыбу отобрали в сосуды, а негодную или плохую рыбу обратно бросили в море. Так у меня тогда вопрос. Если в Евангелии есть эта сеть, это вот этот невод, который забрасывается в мир, так почему Евангелие притащило, как говорится, негодную рыбу? То, что Евангелие принесло вот эту рыбу, я это понимаю. Но как Евангелие может принести вот эту рыбу? Я теперь это тоже понимаю. Потому что Евангелие подается так, что в церковь в сосуд попадает и такое, и такое. Понимаете? И потом в притче другой говорит, они говорят, а что ты, ты же насадил хорошее семя, откуда здесь плохое? Ну, потому что кое-кто другой насадил. Давай мы пойдем выберем. Нет. Вы больше наделаете беды, чем пользы. Не надо. До времени оставьте. Понимаете? То есть вот таким образом это происходит. Вы понимаете, что он говорит здесь? То есть он говорит, «Но, так не должно быть. Мы не имеем права это делать. Мы не имеем права трогать Слово Божие. Мы должны его говорить точно так, как оно написано. Вот как мы приняли, так мы и даем. А есть и такие, есть и такие. Окей? Но и то, и то, и то, и то говорит о том, что это Христос, и то, и то о том говорит, что это истина. Для этих это запах на смерть, потому что они не понимают, они возлюбили неправду, значит, они не хотят истины, значит, в них тоже, понимаешь, говорится, что это правильно, и на этих говорится, что это правильно. Поэтому мы благоухание Христову, Христову Богу и спасаемых, и погибающих. Слово воспринимается по-разному. То же самое Христос… Это не новое. То же самое Христос говорил и в притче. Вышел все эти. Да что? Почему разных четыре результата? Почему четыре результата? А что, разные семя? Нет, семя то же самое. Семя то же самое. Зависит от кого? От почвы, от человека зависит. Как ты реагируешь на это? Здесь он говорит, что есть две реакции. Да и нет. А там он говорит, что есть четыре реакции. Но там тоже две. Но есть там две вот это вот каменистые, тернистые почвы. Это такая вроде почва. Он принимает, но так. Так, лукаво принимает. Там земли нету, там камни. То есть что-то там принял, когда у тебя там камни. Там даже места нет для корня. Какие-то гонения, какие-то проблемы. И все, и будь здоров. Ничего этого не остается. Понимаете? То есть это от человека зависит. Поэтому спасение, оно дается. Но это не значит, что человек спасается, если только оно дается Богом. Зависит еще, как ты воспринимаешь это спасение. И это не Бог делает. А вы совершаете, вы спасаете души свои. Воспринимайте. Воспринимайте правильно. Реагируйте правильно. И он дальше говорит. Кто, говорит, способен? Кто, говорит, способен к этому? То есть кто может? Кто может? Вот, например, ты, верующий человек, ты несешь благоухание Христово. Окей? Так вот, от тебя исходят два запаха, если так можно выразиться. Один запах смертоносный, а другой запах живительный. И это ты делаешь. Это от тебя исходит. И потом он говорит. А как? А как это можно вообще? Кто это так может? Кто способен к этому? И для этого нам нужно перейти в следующую главу, чтобы увидеть, как это мы так способны к этому. В третью главу. В третьей главе Павел говорит следующее. Ну, давайте. Вообще вся третья глава, даже тут нельзя ничего отбросить. Ну, давайте прочтем кое-что. Вот он говорит второй стих. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово. Там вы есть благоухание Христово, а здесь вы – письмо Христово. Окей? Через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому что мы сами… Вот способность. Не потому что мы сами способны были помыслить, что это от себя как бы. От себя. Но способность наша, видите? Откуда наша способность? От Бога, пятый стих, да? Способность наша от Бога. А какой способности он говорит? Вот то, что в предыдущей главе он говорит. И кто способен этому? Вот он говорит, что Бог сделал нас способными. И вот дальше он объясняет, что он хочет сказать. Откуда эта способность? Следующий стих. Он дал нам способность, что? Быть служителями Нового Завета. Но это не служение буквы. Буквы. Это не служение буквы, но Духа. Потому что… Ну, потому что Дух буквы убивает. Почему он… О чем он говорит? Он говорит о законе. То есть, если ты хочешь служить как бы по закону, то закон тебя убивает. Законом я умер. Помните? Законом я умер для закона. Вот. Но он говорит, что Дух дает жизнь. То есть, животворит. То есть, он дает жизнь. И вот он говорит, есть ли служение смертоносным буквам? Видите? То есть, это уже не служение буквы, а это буквам. Это ты служишь вообще не Богу. Ты служишь кому? Букве. Поэтому Римляне, 7 глава, говорит, что смерть Иисуса Христа, мы умерли для закона, чтобы теперь уже служить Иисусу Христу. Понимаете? То есть, когда человек ходит под законом, он вообще не Богу служит. Он служит, видите, кому? То же с законом. То есть, это где-то? Это служение смертоносным буквам. То же самое, когда ученик ходит в школу, и он учится, то он учится не для знаний. Он учится для чего? Для оценки. Он хочет получить свою пятерку, и потом он готов забыть это на завтра, что он там учил. То есть, ему нужна пятерка. Но сами знания его не интересуют. То есть, он учится для буквы. Понимаете? Вот. Если служение смертоносным буквам было так славно, что сыны... То есть, это служение, скажем, Моисея, оно было славно? Конечно, было славно. Почему? Потому что, когда Моисей спустился с горы, то слава Божья, она исходила от его лица, причем была так сильно, что на его лицо нельзя было смотреть. То есть, вот понимаешь, вот как вот я на эту лампу, мне тяжело смотреть, так вот лицо Моисея было еще сильнее, потому что вообще на него нельзя было смотреть. Можете себе представить? Но кое-что про эту славу, которая исходила от Моисея. Смотреть не могли на лицо Моисея по причине славы лица его, и тут есть одно слово. Переходи. Что это значит вообще? Она угасающая. Слава угасает. Слава, служение Моисея, какая бы она ни была славной, пускай она будет вон там где-то, хоть там до небес. Ну вот, ну вот, прямо до небес. Но какая бы она ни была сильной, она становится слабее. Она становится слабее. Так Моисей одевал лицо, на лицо покрывало, не только потому, что на него было нельзя смотреть, а для того, чтобы сыны Израилевы, вы прочтёте потом, не видели, что слава, служение Моисеева is fading away, угасает. Slowly dying. Да. И чтобы они не видели этого, он покрывал лицо. Миша, можно вот этот 13 стих? «Имея такую надёжность, мы действуем с великим дерзновением, не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо своё». Смотрите, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, чтобы они не видели конца, что слава его имеет конец, и она заканчивается, и она гаснет. Это слава, служение какого? Служение буквы. Но! А вот 10 стих говорит, говорит, смотрите, или можно даже немножко пораньше начать, 7 стих. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева в причине славы его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа?» То есть он сравнивает служение букв с служением Духа. Дальше он говорит, «Если служение осуждения, служение Моисея, это было служение не спасения и не оправдания, а это было только служение осуждения. Почему? Потому что закон никогда никого не оправдал, и он не для этого был дан. Закон был дан для того, чтобы осудить и показать проблему. Но закон показывает проблему, но не решает проблему. То же самое, как X-ray. Он показывает проблему, но как у тебя болела спина, так она и болит после X-ray. Но зато ты знаешь, «What is the problem?» То же самое и закон, понимаете? Так вот, люди, которые идут к закону за спасением, они идут на wrong place. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче, то есть тем более изобилует славу, и служение какое? Оправдание». И это уже служение Духа. Это уже служение Иисуса Христа. Это новозаветное служение. Поэтому Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Десятый стих. «То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующей». То есть, какое бы оно ни было славное служение Моисея, но по сравнению со славой последующей «there is coming», оно вообще теряет всякие преимущества. Почему? Потому что какое оно ни было бы славное, оно slowly dying down, а вот это служение, оно пребывает, оно пребывающее, а это приходящее. Это умирающее, а это пребывающее. Понимаете? Поэтому, какое бы оно ни было славное, оно славное вообще, но по сравнению с этим все же в сравнении происходит. Например, ключевое слово «послание к евреям» – это «превосходный». Там постоянное сравнение. Иисус превосходнее ангелов, Иисус превосходнее Моисея, Новый Завет превосходнее ветх. То есть, постоянно превосходнее, превосходнее. У нас обетование превосходнее тех обетований, понимаете? То есть сравнивается ветхое и новое. Постоянно. Для чего? Чтобы мы знали, во что вникать и чем заниматься. Ибо если приходящее славно, один из стих, то более славно пребывающее. Понятно, о чем речь идет? То есть служение буквы, закона, оно приходящее, угасающее, тем более один из стих, славно пребывающее. И вот теперь он говорит, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. О каком дерзновении речь идет? Потому что мы не служители Ветхого Завета. Там нет дерзновения. Почему? Потому что Моисей боится. Что он боится? Он боится, что увидит, что его служение угасает. Поэтому что он делает? Он закрывает. Он закрывает это. Окей? А у тебя? Ты боишься этого? Ты свободен от страха этого? Свободен. Тебе нужно лицо свое покрывать? Твое служение, служение Нового Завета, и ты способен. Бог сделал тебя. He made you able написано. То есть He made you able. Это не то, что ты. Он. Это способность от Бога мы прочли. Он дал тебе эту способность. Он сделал тебя способным. Поэтому сказано, что мы действуем с большим дерзновением. То есть мы свободны от чего? Мы свободны от страха, что наше служение угаснет. Поэтому и сказано, что там, где Господь, там есть что? Там. Вы понимаете, в какой свободе речь идет? Потому что люди часто цитируют место, это совершенно с левого угла, как говорится. Там, где Господь, там свобода. Нет, это в контексте нужно смотреть. Все нужно смотреть в контексте. Если он это сказал, то он к этому пришел. Значит, нужно вот это разбираться, как он сюда пришел. Не просто цитировать от фонаря. Лишь бы что. То есть, о какой свободе речь идет? Свобода от страха. Что ты не боишься? Мы же все открытым лицом, то есть не закрываем лицо. Мы открытым лицом взираем на славу Господней. Мы преображаемся. То есть, как говорится, от веры к вере, от славы к славе. То есть, мне не надо прятаться, потому что мое служение, это дерзновение не во мне. Это я имею дерзновение в своем служении, в Новом Завете, что мое служение, оно слава только и силы только набирает. Оно ни в коем случае не угасает. Поэтому мне не нужно, мне не нужно волноваться и бояться. Поэтому это служение Духа. И поэтому, где Дух Господень, вот там я свободен. Вы понимаете, о чем речь идет? Окей. Дальше. И вот смотрите, дальше интересно. Немножечко про сынов Израилевых. Сыны Израилевы не видели, не видели тогда, что это служение угасает. Почему? Потому что Моисей спрятал вот это вот дело. Проблема в том, правильно. Good job, Света. Они и сейчас этого не видят. Поэтому они сидят в синагогах в Святом Бетхоменове в Завете. Они и до ныне, когда читает Моисея, покрывало лежит на сердцах. То есть, они говорят, ты ему говоришь про Иисуса Христа, говорит, нет, я еврей был, мне это не подходит, я занимаюсь Моисеем. Ты занимаешься Моисеем, потому что ты не видишь. Окей? Ты не видишь. А почему ты не видишь? Потому что покрывало. А что ты не видишь? Что служение Моисея было временно. Сейчас уже, оно уже, уже не то время. Сейчас уже, новое время сейчас, уже новое служение. Новый Завет. Мессия пришел. Оправдание. Что ты сидишь в служении осуждения. И сколько ты бы ему не объяснял, он не видит. Почему? Потому что покрывало лежит на сердцах. Это покрывало никак не снимается, кроме, кроме как только Иисусом Христом. К которому они не обращаются. Почему? Потому что у них покрывало. И получается, что это вот так. Да. Когда, когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. И тогда они видят, что, а, окей. Понимаете? Тогда все понятно. Понятно? Где тут сказано еще? Вот. Смотрите, 14 стих. Умы их что? Ослеплены. Почему ум ослеплен? Потому что сердце, где лежит, на сердце лежит покрывало. Значит, есть непосредственная связь между умом и сердцем. Ум ослеплен, потому что покрывало на сердце. Сердце всегда первично. Почему? Потому что сердце – это дух. Помните? И не обратятся, потому что имеют уши, не слышат, имеют очи, не видят. И не обратятся, потому что окаменено сердце их. Понимаешь? То есть, не слышат и не видят из-за сердца. И поэтому Христос говорит, неужели у вас до сих пор окаменено сердце, когда он чудо там сделал. Помните? С хлебами. То есть, если окаменено сердце, если тут проблема, вот тут, если тут проблема, то ум, хоть он не работает, и глаза не работают, и уши не работают. Все вот здесь. Поэтому здесь нужно это снимать, а оно снимается только... Итак, последняя мысль. как происходит ослепление ума, и кто этим занимается вообще. До этого пойдем в следующую главу, в четвертую. Смотрите, с третьего стиха. «Если и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Помните в самом начале, что благоухание в погибающих? То есть, он несет благовествование, а оно закрыто. А что это оно закрыто? Как это закрыто? Для неверующих, видите, для погибающих. Четвертый стих. «Для неверующих, у которых Бог века сего...» Что сделал? Вот он и что. Значит, кто ослепил ему? Бог века сего. Дьявол. Он ослепил умы. Для чего? Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса». То есть, проповедовать нужно только Иса Христа и больше никого. Потому что он есть даже не Дух Святой, не только Иисуса Христа нужно проповедовать, потому что в нем имеем прощение грехов. Только в нем. Потому что он умер за тебя. Не Дух Святой умер, не Бог умер, Христос за тебя умер. Поэтому он есть предмет проповеди. Только он и только он и ничего кроме него. Period. Тут keep it simple. Как вы приняли его, так и ходите в нем. Ни влево, ни вправо, ничего это не нужно. Проповедь, Евангелие, он умер, воскрес. Если ты веришь, имеешь прощение, спасение. И все, не надо выдумывать, не надо добавлять, не надо добавлять никакие специи, потому что тогда ты что? Тогда ты, как там мы прочли, повреждаешь. И делаешь, вот, например, ты сделаешь еду какую-то там, там что-нибудь мясо сваришь, и оно такое, ничем не приправишь его, оно такое, качественное, но вкуса нет. Ну да, уровень. Начинаешь, оно такое, без запаха какой-то, я не знаю. Но потом что? Потом ты начинаешь что-нибудь мудрить с ним. И сделаешь его таким, что и запах, и уже все. То есть ты, ну, конечно, стало вкусненьким все, но ты же повредила. Сделай его более приятным, понимаешь? Ну хорошо, мясо это ладно, меня это не интересует. Но речь идет о Евангелии. Оно же такое, умер, воскрес, веришь, имеешь жизнь, не веришь, ты погибаешь. Вот и все, постное, пресное, бум-бум, понимаешь, все. А, так если я так скажу, так кому это надо такое? Надо, чтобы поинтереснее. И начинается туда приправы всякие. Ну и все, и уже всем нравится, понимаешь? И уже все сидят, и в следующий раз уже три раза больше людей, и все, о, красота. И погибающих нет. Не может такого быть, чтобы погибающих не было. К сожалению. Потому что дьявол ослепил им умы. Посмотрите, чем дьявол ослепил умы. Посмотрите, чем. Мы же прочли в предыдущей главе, что мы их ослеплены. И вот я уже заканчиваю. То есть, что он делает? Посмотрите, нам не только нужно Бога понимать, но нам немножечко нужно все-таки как-то дьявола тоже понимать. Может, и не нужно, не знаю. Павел говорит, его умыслы для нас небезызвестны. То есть, если ты будешь понимать его коварство, то тебе будет... Да, то есть, что я хочу сказать. Он согласен на все. Слушайте внимательно. Он согласен на все. Он согласен, что ты будешь ходить в синагогу. Он согласен, что ты будешь читать Моисея, пророков. Наизусть будешь знать. Он согласен на все, кроме одного. Чтобы это не принял Иисуса Христа. Почему? Потому что только Он снимает это покрывало. Поэтому сегодня в церквях... Вы не обратили внимание, почему сегодня в церквях такая тенденция вдруг к иудаизму. Стали носить всякие эти вот штучки. Вот эти вот. Ну, я образно говорю, что-то надо одеть. Начинает все это кошерное. Начинает что-то праздновать. Начинает приобщаться к иудаизму. Зачем? Зачем? Это я вам говорю. Это я говорю. Ну, зачем? Зачем возвращаться туда? Ну, это Павел, в принципе, говорит. Зачем? Это же не просто так. Это же, понимаешь? Это же, а я в синагогу хожу, а я то, а я сё, а я там отмечаю, а я это не ем, а я какой-то шаббат, не шаббат. Ну, хорошо, соблюдай шаббат. Ну, так что? Окей, соблюдаешь ты шаббат или нет. Шаббат не снимает покрывало. Кошерная пища ничего не снимает. Вот эта Мизуса ничего не снимает у тебя. Ничего не снимает. Мало того, она может, наоборот, запеленеть тебе что-нибудь, понимаешь? Только Христос снимает. Только личные отношения с Ним снимает. Поэтому не надо клевать на это. Стойте, как стоите. Вот как вы его приняли, если приняли, так и стойте в нем. Кто чем? Понимаете? Вот это вот дьявол. Его ничего, его только одно интересует. Если ты принял Иисуса Христа, он хочет тебя от Него увезти. А если ты не принял, он хочет удержать тебя от Него. Поэтому он согласен еще раз. Я говорю, на все. Он тебе даст все. Хочешь ходить в синагогу, ходи. Будь то хоть ты там старший раба, его это не интересует. Проповедуй Исаию сколько хочешь. Проповедуй Моисея сколько хочешь. Все, что угодно, он согласен на все. Он этим, это даже, может быть, кто-то и приткнется на это, он этим ослепляет глаза, ослепляет умы. Чтоб только человек не пришел к Иисусу. Это вот этих, иудеев, или там кого-нибудь, кто еще приобщается к этому. А другого он приобщает. Он не против Бога. Хочешь верить в Будду, пожалуйста, он тебе еще поможет уверовать, еще литературу пошлет. Моисея, мусульманство, Будду, атеизм, все, что угодно, он согласен на все, что угодно, только не Иисус, только не Ишуа. Запомните это. Поэтому Павел что сказал? Ради Него я от всего... Что? А что это он так сказал? Понимаешь? От Него он от всего отказался. Потому что это все... Теперь я это не просто... Я это почитаю за мусор. За мусор я это почитаю. Вы понимаете, почему он так рассуждает? Вот это человек. Поэтому говорит, вот смотрите на меня и делайте, как я. Ну, не на меня, а на Него. Окей? Ну, в принципе, у меня вроде бы все. Мне обращались бы... Люди, которые обращаются вот к ветхому, к иудаизму, они же люди, которые обращаются к иудаизму, христианин, который обращается к иудаизму. Вы понимаете, что происходит на самом деле? Он же обращается от оправдания, он возвращается куда? В осуждение. Господь его оправдал. Освободил от осуждения, оправдал. Он говорит, а, для полноты, какой-то там он хочет полноты, он возвращается или в Кабалу, и он возвращается туда, к Моисею, и он попадает опять под осуждение. Поэтому Павел говорит Петру, в Галатах 2 главе он сказал, что если ты начинаешь созидать то, что ты разрушил, то ты сам себя делаешь грешником. Помните это? Галатах 2 глава. Поэтому мы, ты, Христово благоухание, и в спасаемых, и в погибающих. И когда ты свидетельствуешь человеку, то не надо эти специи эти добавлять в Евангелие. just speak the word of God. И пусть он сам решает свою судьбу. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,